В числе других не менее важных для развития экономики и жизнедеятельности города вопросов председатель госполкома Андрей Мулярчик затронул вопрос заболеваемости острыми респираторными инфекциями и гриппом. А также все ли меры принимаются для того, чтобы избежать или упредить возможную эпидемию. Главный врач Пинской центральной поликлиники Сергей Конюх подтвердил, что идет подъем сезонной заболеваемости. Вчера, значит, полуэрвеев, 324 обращения для сравнения. Из них взрослые 94, дети 230. Для сравнения, неделя 18-24, 714 неделя, ну то есть это получается 100 обращений в день, в среднем, если в неделе 7 дней, а 25-31, 1072, ну условно говоря, 120. То есть рост идет. Образно говоря, поликлиника начала чихать и кашлять, отметил Сергей Иванович. Однако ситуация контролируется и пока не вызывает особой тревоги. Но некоторые мероприятия по ограничению распространения вирусных инфекций уже предпринимаются. Мы вчера вечером уже пришел приказ начальника управления, мы будем ограничительное мероприятие. Масочный режим, так, Владимир Владимирович, будем в плане, а будем, не будем, а со второго числа, с сегодняшнего дня. Масочный режим для медиков. С сегодняшнего дня, 2 февраля, масочный режим вводится для медицинского персонала поликлиник и стационаров. Четко определены задачи специалистов Центра гигиены и эпидемиологии. Мы являемся одним из дозорных городов, по которому из 18-х годов Республики Беларусь, по которому регистрируют ситуацию в целом на Беларуси. На сегодняшний день есть пронужный показатель, что все эпидемические мероприятия вводятся, когда показатель заболеваемости среди населения, как Сергей Иванович сказал, есть определенные показатели, что на сегодняшний день по городу Центра гигиены составляют 883,5 на 100 тысяч населения. На сегодняшний день этот показатель на сегодняшний день составляет 700, допустим. И ограничители мероприятия вводятся сначала для персонала, который работает непосредственно с больными, то есть чтобы этот персонал, его сохранить. Поэтому там в первую очередь будет введен масочный режим. В последующем масочный режим будет введен и на предприятиях торговли, где работники сталкиваются с большим количеством людей. Анализируя положение, пока специалисты не прогнозируют эпидемии грозного недуга и его тяжелых последствий. На сегодняшний день у нас привыклась иммунная прослойка срока на по городу, так? Ну и мы обеспечим, наверное, все-таки я считаю, что обеспечим отсутствие тяжелых последствий, которые вы все слышите, что происходит на территории Украины и Российской Федерации, которая связана со спротивными источниками, так? А иммунная прослойка позволяет уменьшить эти негативные проблемы. У нас еще есть два погранперехода, на которых работает наша служба. Это Верхний Деребежон и Махро. И там тоже есть коррекционный план взаимодействия. И в случае, ну в первую очередь это касается пограничников и таможенной службы, которые выявляют людей, которые с признаками заболевания. Мы их изолируем, у нас есть там изоляторы. И уже называем лечебную сеть, и там тоже есть планы. Пока от 3 до 8 процентов число заболевших в школах города. Что еще далеко до 20 процентов, когда может быть введен карантин. Так что ответ на вопрос председателя госполкома Андрея Мулярчика, главных врачей ведущих учреждений здравоохранения города, был однозначным. Введение дополнительных мероприятий пока не актуально. А вот вопросы профилактики, элементарное соблюдение личных санитарно-гигиенических правил, отказ от проведения массовых мероприятий и другие упредительные меры должны быть взяты за основу в период подъема сезонными заболеваниями.